Ой, я так рада вернуться к вам, дорогие товарищи. Откуда вернуться? Дело в том, что я была в самом настоящем путешествии. Это было двухнедельное большое путешествие на другом вообще континенте. Я поехала в Мексику. Я поехала в Мексику, и это был действительно для меня такой вызов. И оно было очень быстрое, интенсивное путешествие. Кстати, очень хорошая компания там его организовала. Я очень довольна тем, как это все происходило. Это было для меня первый раз такое. Мы, знаете, 12 человек, мы переезжали из города в город. Такое прям насыщенное. В каждом городе что-то интересное происходило. Я очень медленно проживаю жизнь. По одной причине, то есть мне кажется, что я очень быстро проживаю вам, наверное. Но в том смысле, что я очень глубоко забуряюсь в реальности. И для меня, ну для кого-то просто вот посмотрел на картинку, посмотрел, а для меня вот посмотрел, туда ушел, и там выстроилась терапевтическая метафора, и все, у тебя уже там жизнь поменялась. А мы просто на самом деле кактус увидели. Да, понимаете, я была в Мексике. И естественно, то, что мы, кстати, вот про Мексику, какие у нас есть стереотипы. Мексика – это кактусы, правильно, и в пустыне. Там действительно есть такая часть Мексики. Мы большую часть Мексики совершенно другую посетили, где были сосны, огромные леса, горы, вулканические. Там куча в природах богатейшая. Но мы об этом ничего с вами не знаем, это отдельная история. Но наконец-то мы приехали туда, где эти вот самые кактусы. И мы к этим самым кактусам прямо вот пришли в гости. Ну, не просто мимо проехали, а прямо остановились, чтобы около них погулять. Так вот, что меня потрясло в этой части Мексики, что кактус – это в нашем с вами представлении такое комнатное растение, которое вот в таком горшочке вот такое вырастает, вот в таком горшочке, может быть, вы их видели вот такие. Но тем не менее это милые комнатные растения. Ну, они колючие, опасные, понятное дело. Но тем не менее комнатные растения. Так вот, в естественной природе кактус в Мексике – это дерево. Это реально прямо дерево. Вот такой толщины. Стучишь по нему, он прямо дерево. Ну, высота там, не знаю, метров сколько, 10, допустим, может быть. То есть, ну, как, не знаю, сколько. В три раза выше меня был тот кактус. Вот вам фотография, пожалуйста, да. И это не просто здоровенное что-то, а это правда дерево. Из его доски делают доски, из кактуса делают доски. Из этих досок, ну, может быть, не дома строят, но внутреннюю отделку там или беседки, понимаете. И всё как бы. Ну, и мы там были 15 минут и поехали. Всё, я залипла надолго, потому что о чём я думаю. Вот о чём вывод мой подумали? Как много мы не знаем о мире, да? О чём думаю я? Я думаю, так интересно. Мы очень часто судим о каких-то своих или чужих качествах по тому, что мы видим. И, возможно, нам кажется, что, ну, вот я на большее не способен. Вот я вот такой. А, возможно, нам кажется, ну, вот этот человек вот такой, вот он там, не знаю, ленивый и какой-нибудь, у него мало сил или малохольный, там, такой-сякой, ни на что не способен. А глядя на кактусы, я понимаю, что всё сильно зависит от того, в какую среду он помещён. И знает ли он о том, изначально, как говорится, он вообще кто. Потому что ведь на самом деле у нас те кактусы, которые растут на подоконнике, это было вывезено когда-то, то, что в этой среде, в нашей холодной, московской, выжило, вот оно вот так выглядит. А вообще-то в природе кактусы мощные, ребята, из которых делают доски, которые на вольном выпустят и гигантские, и отлично себя чувствуют. Их очень много, там, тысячи километров, этих самых кактусов. И тогда, если начать думать про человеческую самореализацию, то очень может быть, что действительно, когда ты говоришь, что у меня некуда расти, или я больше не знаю, типа, кто я, или я, наоборот, всё про себя понял, то здесь надо поставить запятую и написать в тех условиях, в которых я сейчас нахожусь. Вот в этом окружении, с этими людьми, вот в этом городе, вот в этом бизнесе. Вот не знаю, что ещё для вас в эти условия входят, да? В этой климатической зоне. И может оказаться, что если ты переедешь, не знаю, на юг или, наоборот, на север, в другую страну или, наоборот, в Саратов, на Байкал или, наоборот, там, не знаю куда, в Сочи, в Красную Поляну, у тебя откроются совершенно другие качества и свойства, которые могут тебя самого удивить. Или, может быть, даже переезжать не надо никуда и сменить просто отрасль. И зайти, уйти, не знаю, в фитнес. Администратором. Или администратором. Я знаю такого человека, который работал в IT, ну, такую какая-то у него была должность, младший проект менеджер. И он ушёл администратором в фитнес. У него поменялось окружение, у него поменялась среда, он был на нут, ничего другого не сделал. По-прежнему админом был. Он там составлял эти таблицы, расписание. У человека просто, просто какое-то крылья выросли. Там он действительно стал с собой заниматься, флиртовать с девчонкой. Невероятно просто. Человек поменялся за год. Попробуйте подумать об этом так. Когда у вас возникает ограничение, вспомните про кактусы. Они здоровенные. И я до сих пор об этом думаю. И я вам вот фотографии прикладываю потолка из кактусов. И невероятно красиво я нашла. Просто началось с того, что я нашла на острове какую-то очень красивую, какие-то арт-объект какой-то. Я не понимаю даже, что это. Это что-то было очень такое крыжевное, красивое, прям современное искусство. И даже сделала фотографию, как красиво там свет падает. Ну, на меня нападает. Это один из признаков того, что я отдыхаю, когда я начинаю молча ходить и фотографировать красивое. Потому что я его нахожу вдруг, начинаю видеть. Знаю, что я уже достаточно замедлилась и могу себе это позволить. Очень люблю этот процесс. И я начала спрашивать, а что это такое? Что это? И мне сказали, так это же кактус. Я говорю, какой же это кактус? Ну, это как бы его скелет, веточка, досочка. Маленькая. И потом оказалось, что и большие такие же есть. Так что ищите примеры. Ищите примеры того же, что вы про себя знаете или про своих близких в этой среде, как это может быть еще в другой среде. Можно ведь эту среду создавать и дома. Эту оранжерею из любящих глаз, из действительно того, что, например, у моего друга Тони Нефедова скоро выходит книга, может быть, вышла уже даже, про то, как быть совой. Ну, она про сов и жаворонков. Может быть, этому человеку надо создать такую атмосферу. Может быть, он сова. И тогда он действительно способен на большее. Или наоборот. Может быть, с ним не надо разговаривать два часа в день, дать ему спокойно возможность пописать молча. И тогда он способен на большее. Удивительное наблюдение за собой, чтобы составить себе такое описание своего вида. Ты какое растение? Или какое животное? Какая среда обитания для тебя максимально подходящая, чтобы ты мог достичь своих истинных размеров? В хорошем смысле, конечно, этого слова. Я не про хотят. Кто знает, кто знает. Может быть, и то, с чем вы здесь боретесь, в плане лишнего веса и так далее, в какой-нибудь части мира считается вершиной красоты. Я, кстати, точно знаю, что это так. Есть такие места. По крайней мере, в одной части мира мне периодически говорили, ну, ты и жирная, вообще немедленно. Неси себя в спортзал, сделай что-то с этим. Но когда я приезжала в другую часть мира, не буду рассказывать, в какую. Я получала такое количество комплиментов и предложений выйти замуж немедленно прямо в соседнем, как говорится, кафе, ровно по той же самой причине. Поэтому это очень интересно. Наблюдайте за этим и помните, что нет ничего абсолютного. Все относительно, а вот относительно чего, это как раз самая интересная игра. Субтитры создавал DimaTorzok